Надели маску, заснул, очнулся гипс. Это все, что помнит Кирилл о болезненной процедуре вправления сломанной кисти руки. В больницу ребенок попал прямо за спортивной площадки. Футбол играл. Пока мотался, прям первый раз поставили на ворот, и мне как первый же гол. Детская травматология в Калинино открылась еще в прошлом году, однако на полную мощность 50 коек заработало только сейчас. В приемном покое полный комплект диагностического оборудования. Поступая сюда, ребенок сразу может пройти рентген, томографию, УЗИ. Отделение также оснащено по последнему слову техники, что позволяет ни на йоту не отступать от медицинских стандартов. В больнице Калинино работает детская реанимация и нейрохирургия, которых не было в Пироговке. Кроме того, с декабря здесь откроется отделение гнойной хирургии. То есть ребенок может получить помощь буквально при любых видах травмоповреждений, а также при их осложнениях. Травматология в больнице Пирогова заметно проигрывает, даже по внешнему виду. Однако детское отделение закрывается там не навсегда. Оно вновь откроется после глобальной реконструкции клиники. Город вытянутый и доступность такой специализированной помощи должна соблюдаться. Но там нужно достигнуть ряда условий. Там должна быть детская реанимация, там должны быть свои детские операционные и желательно, конечно, свой приемный покой, такой же диагностический, который вы видели. Деньги по программе модернизации на ремонт больницы Пирогова выделены. По прогнозам, реконструкция закончится через 2-3 года. Все это время детей с травмами будут принимать только в Калинино. Места хватит всем, уверены чиновники. Из 50 коек на сегодня пустуют 11. Продолжение следует...